Доброе утро! Я вас приветствую! Сегодня мы будем рисовать Венецианский собор. Сразу же приступаем. Шаг 1. Нам необходимо нанести маску на лодку, пену и палки в воде. Маска это вот такая вот жидкость маскировочная, которая потом высыхает, потом ее можно стереть и остается белая бумага. Значит, я сейчас наношу маску на лодку, то есть непосредственно на ту белую часть, которую потом надо будет закрасить на светлую часть, которую потом надо будет выбилить. Так, теперь вот эта вторая лодка. Теперь есть чуть-чуть пены вокруг лодки. Вот я ее намечаю, маска аккуратненько. Все, лодка дальняя. То есть я как карандашом закрашиваю те поверхности, которые потом мне надо будет просто получить белыми. То есть я когда сотру маску, там останется белая бумага. Вот. И парковочные палки. В принципе, достаточно. Так, читаем пункт второй. Смочить кистью область неба. Значит, я беру чистую воду и кисть пятого размера. И вот я прорисовываю. Очень важно с первого раза ее прорисовать, смочить водой. Потому что второй раз, если делать, то будет бумага деформироваться. Соответственно, потом краска будет стекать по вот этим вот волнам, которые образуются после деформации. Поэтому лучше сразу же первым слоем все сделать. Вот я сейчас стараюсь это делать первым слоем. Вот здесь просветик. Вот, практически закончил. Чуть-чуть на купол зашел, лучше не заходить. Потому что у нас как раз с той стороны светлый. Вот, все. Пока бумага не деформировалась, я замешиваю уже цвет неба. Значит, небо у нас будет замес. Краплак. Я беру краплак. Чуть больше воды. Ультрамарин. Так, ультрамарин. Еще чуть-чуть. Вот, я смотрю, какой цвет получается, когда вот так провожу. И чуть-чуть зеленый фацет. Вот, получился у нас цвет неба. Сейчас я еще чуть-чуть краплака возьму, чтобы больше было массы краски. Все. И начинаю закрашивать. Вот, сверху оно видно, как расплывается. То есть, бумага еще влажная. Вот, я добавляю разных оттеночков. То есть, ближе к горизонту небо меняется в своем оттенке. А ближе, еще ближе к горизонту оно будет больше краплака содержит. То есть, соответственно, я беру еще, добавляю чуть больше краплака. Вот, получается, такой розовый оттенок. Еще чуть-чуть ультрамарина. Важно, чтобы небо получилось достаточно темным, чтобы у нас на его фоне горели красиво светлые здания. Вот, я тяну вот эту вот капельку темную вот сюда вот вниз между домами. Обрисовываю вплоть до горизонта. Все. И теперь я эту же краску использую вот с этой правой стороны. Аккуратно обрисовываю купол. И вот дотягиваю, чтобы у нас... Вот, я ровно провожу. И вот здесь вот. Все. В принципе, этого достаточно. Чуть-чуть я выберу лишнюю краску вот здесь вот. Это тут накопилось темного пигмента. В общем, для цвета неба достаточно. Теперь заливаем воду. Я сделаю легкую подготовку. Там не написано, но я смочу бумагу, потому что в помещении довольно сухое. И оно может сейчас быстро засохнуть. Поэтому иногда имеет смысл... Можно на свое усмотрение сделать... Смочить бумагу просто водой. Вот, я линию горизонта чуть-чуть сейчас размочил, чтобы был плавный переход. Так, читаем. Пункт 5. Залить воду. Задний план. Значит, зеленая ФЦ. Оливковая... Оливковая зеленая. Оливковая зеленая. Еще раз добавляю. И индиго. Вот индиго у нас здесь. Это вот. Вот я смотрю на разбил. Когда вот так провожу, смотрю оттенок. Еще чуть-чуть индиго. Еще чуть-чуть оливковая зеленая. У этого было много. Зеленый ФЦ. Индиго. Холодный оттенок будет на горизонте. Дальше плавный переход в более теплый. Вот пока краешек у нас еще вот здесь вот влажный. Можно делать переход в следующий цвет. Смотрим средний план. У нас ультрамарин и охра. Плохо уберу. И ультрамарин. И вот я делаю переход. Чуть-чуть большая ультрамарина. Вот более яркий оттенок. Вот мы видим, что область там где маска у нас не закрасилась. Так. Теперь нижний передний план. это оливковая зеленая. Вот я беру еще оливковая зеленая. Это теплый зеленый. Плюс индиго. Это было много индиго. Еще раз оливковая зеленая. Плюс индиго. Плюс индиго. И вот я дорисовываю передний план. Но еще расплывается. Плавно соединяется. И получается красивый переход. Все. Для воды достаточно. Вот у нас три уровня получается. Один средний. Дальний. Я чуть-чуть еще могу подвести линию. Чуть размыть краешек от линии под домами непосредственно. Все. Так. Шаг один закончили. Теперь переходим к шагу два. Нам необходимо залить собор. В первую очередь его купол. Для этого мы берем охру ультрамарин. И чуть-чуть умбра натуральный. Вот я беру охру ультрамарин. Получаем такой благородный серый цвет. И чуть-чуть умбра. Чуть-чуть еще ультрамарина. И вот я заливаю купол. Сразу еще теми вот здесь делаю тоже. И верхняя площадка практически полностью. Да. Отлично. Теперь я выбираю чуть-чуть светлее. Делаю вот с этой вот стороны. Потому что у нас будет освещенная часть. Соответственно более светлая. Потом. Все. Готово. А, там я чуть-чуть вышел на небо. Этого лучше не делать. Вот с этой стороны. Вот я могу влажной кистью аккуратненько выбрать. Где-то смягчить край. Можно это потом сделать. Можно и сейчас. Все. В принципе. Нет. Еще чуть-чуть чуть-чуть. Вот просто. Залить все светлые части здания. Это. Выбираем самое светлое здание. Смешиваем охру и кадми желтой. И теперь я аккуратно заливаю все части здания, которые у нас на свету находятся. Вот это здание, вот это тоже у нас. Так. Можно это тоже залить. Вот это тоже. Так. Пока оно не высохло, я выбираю, если сильно, желтую. Выбираюсь глазной кистью. То есть осветляю. Так. Потому что вот белая, окруженная чуть-чуть желтым оттенком, будет светиться лучше, чем если просто она будет белая. Смешиваем. Все. Готово? А, нет. Еще не все. Еще вот здесь у нас вот это. И там купол я не закрасил. Купол тоже не закрасился. Все. Теперь готов. В следующий шаг мы заливаем, я беру кисточку поменьше, тени белых домов. Я беру ультрамарину. Фокру. И внизу я добавляю по мокрому, вписываю чуть-чуть коричневого с умброй то есть дом у нас по тону получается несколько темнее небо потому что он в тени вот и нижнюю часть дома я в нижнюю часть я добавляю чуть-чуть коричневого то есть это будет обычно какая-то грязь возле фундамента но обычно к дому к нижней части дома чуть он грязнее вот единственное что тут на уровне эту линию все переходим к следующему дому тут их много я добавляю чуть-чуть кармина для разнообразия и закрашиваю следующий дом вот я чуть-чуть коричневую беру и внизу делаю дом более коричневым вот это тоже теневая часть вот охра с ультрамарином то есть я стараюсь постоянно разнообразить оттенок вот здесь и более вот это вот часть вот это падающая тень вот он дом светлый вот он дома справа Теперь еще ультрамаринс. Ох же, для вот этих ультрамаринс. Внизу я опять добавлю коричневого. Как вы видите, все тени разные по оттенку. Где-то больше синего, где-то больше окры, где-то кроплак. Таким образом изображение воспринимается более живописно. Так оно и есть в принципе. Потому что все объекты в пространстве имеют свои собственные цвета. Они не повторяются, потому что очень разнообразные условия у них. Так, книзу я чуть-чуть затемню. Фундамент вот этих вот домов, потому что туда меньше света попадает, во-первых. А во-вторых, там образуется на нижней части дома мох. И он создает, добавляет этот вот оттенок, коричнево-зеленый. Так, плавнее размываю края. Все, готово. Так, дальше я заливаю крыши разноцветно. Где-то ухра желтая с кадмием красным светлым. То есть стараюсь дать им такой свет дневной, солнечной красивой. Чуть-чуть водички больше надо. Вот, другую часть теневую, часть крыши я добавляю чуть-чуть корнила. То есть, чтобы оттенок был разный. Вот, получилось у нас сильно насыщенно. Я выбираю тут лишнюю краску. Получается у нее более глубокие такие оттенки. Теперь я в этот цвет еще добавляю кармины и следующую крышу закрашиваю. Закрасиваю следующую крышу. Теперь в дальнюю я чуть-чуть умбры добавляю. Насыщенность, соответственно, уменьшается. Чем-чуть больше воды. Опять возвращаюсь к красному. Вот, ну, создают вот такие пятна, как эта крыша других номеров. Вот, эту крышу я тоже закрашиваю. Так, и справа у нас больше замес. Сейчас посмотрим, что у нас пишут. Так, фиолетовый, то есть ультрамарин плюс краплак. И чуть-чуть коричневого. Менее насыщенным цветом крыши. Так, для крыш достаточно. А, тут еще вот один домик. Более яркий. И у него есть определенный цвет. Вот, я добавил какой-то вот оттеночек, чтобы были не закрашены местом. Так, шаг 2 мы закончили. Переходим к шагу 3. Заливаем тени на соборе. Берем зеленый фицин. И умбру натуральную. Назову натуральную. Начинаем с главной тени. Вот она слева. Она сильно получилась зеленая. Сейчас я скрою цвет этого оттенка. Вот, она довольно контрастная получилась. Поэтому я влажной кистью забираю. Лишнее есть. Добавляю теней вот на верхнюю, на верхушечку. Тоже можно разнообразить цвет. Вот тут есть несколько теней. Какие-то элементы. Усиливаю тень вот здесь, в нижней части. Он загнулся в нижнюю сторону. И смываю чуть край. Все, потом еще дам ему более солнечный оттеночек сверху. Вот с этой стороны тоже тень. Поэтому я ее показываю. Все, достаточно. Еще на этом соморе, который... Все, есть. Значит, охра ультрамарин. Ультрамарин я нахожу на палитре. Добавляю чуть-чуть охры. Получаю такой серый красивый цвет. Чуть-чуть умбры. И начинаю заливать окна. Так, шаг третий. Окна на соборе. Вот, один тенок меняем. Теперь уже другой тенок. Еще раз меняю. Третий. И тут более зеленый. Да. Где-то можно чуть-чуть высветлить окошко. Вот в нижней части я высветлю. Добавляю линию под куполом. Добавляю линию под куполом. Значит, теперь на светлой стороне домов разноцветно я заливаю окна. Ультрамарин, коричневый. Вот, ну, в принципе, я с палитрой могу взять. Здесь разные цвета, мне уже не мешано. Где-то я зеленый взял. Где-то я чуть красного добавил. Теперь еще чуть-чуть красного. Вот у меня ультрамарин. То есть, каждое окошко я стараюсь сделать разноцветным. Нижнюю часть, как и в первом случае, я выбираю, чтобы интенсивность заливки была различная. Таким образом, это придаст больше эффекта живописи. Где-то я зеленый добавляю. Вот, в принципе, тут тоже будут видны окна. А это вот. Вот здесь я могу добавить окошко. Вот, хорошо. Окна на светлой части я сделал. А, плюс еще надо дверь сделать. Вот тут вот. Чуть не аккуратно. То есть, вот это лучше забрать. Выбрать. Вот, потом я усилю там контраст. Я заметил, один дом не закрашен. Тень его вот. Я его сейчас закрашу. Сразу же. Смягчаю край. Где-то. Так, и добавлю тень на вот этой вот крыше. Вот, слева тень. И вот здесь вот тень. И окошко. К центру. В окошке. Чуть-чуть верхнюю часть я делаю более коричневый. Усиливаю тень. Так. Теперь. Заливаем окна в тенях. Это в основном Умбра и Ультрамарин. То есть, я беру Умбру, Ультрамарин. Это вот у нас теневой цвет окошек. И вот стараюсь по рисунку. Как там рисунок. Ну, можно видеть его линии. Достаточно. Стараюсь сейчас закрасить окном. Тоже постоянно чередуют цвет. Тут Ультрамарин я больше дал. И окна разные по форме. Где-то окошко более длинное, где-то более короткое. То есть, чтобы они желательно были разные. Нижнюю часть я вымываю. Как уже говорил. Верхняя часть окна более темная. Потому что цвет сверху, соответственно, нижняя часть окна больше освещается. Вот. Постоянно какой-то новый цвет я беру. Можно даже импровизировать. Тут какой-то любой цвет темный подойдет. Потому что на таком расстоянии она может казаться любыми цветами. И пятна разного размера. Окна расположены хаотично. В принципе, довольно часто мы это в Италии замечаем. у них окна. Каждый раз по-разному расположены. Особой системы нет. Поэтому можем даже и не думать о расположении высоте или ширине окон. Так. Я беседочку чуть-чуть сделаю более солнечной. На заднем плане. вот я охру беру и просто сверху добавляю. А лишнее вымываю. Тут еще тень есть. Тень вот этой вот пристройки. Так. заливаем тени под крышами. Я смешиваю ультрамарин. Ультрамарин, корни и коричневый. Аккуратно тоненькой кисточкой провожу под крышами тенью. Желательно, чтобы она была по степени заливки разнообразной. То есть, где-то оставлять каплю более густой. Так. Теперь тени. Здесь вот вот цвет тени я тоже постоянно люблю. Это сильная залома ультрамарина. Вот мы видим, что чем сильнее получается тень, тем ярче светится крыш. То есть, возле темного все кажется светлее. еще чуть-чуть усиливаю тень на этом доме. все. Все. Тень достаточно. я за часа и а все и и верхушку собора можно еще чуть-чуть детализировать и для каких-то вот элементов Для создания эффекта, что там есть какие-то формы, подвожу более четко, если краешек не ровный, делаю край более ровным. Тут все пространства закрашиваю, чтобы не было лишнего белого. Усиливаю тень. Достаточно, и я хотел еще осветлеть чуть-чуть солнечную часть собора, где-то я беру охру, побольше воды, и вот так вот я ее осветляю. Все, больше солнышка теперь на минуту. Вот тут я чуть размою. Более темная часть здания. И еще деревья на заднем плане. Тут не написано, но видно. Не сложно сделать. Вот просто поверх еще одним слоем я даю такой синий-зеленый оттенок. Все. Значит, следующий шаг. Мы стираем маску. То есть вот маска, которая... Если изображение полностью высох, то только тогда можно стирать. Вот с лодок и спалок. Так, все, маску стер. Заливаем воду под домами, делаем отражение домам. Это у нас будет оливковое-зеленое плюс ультрамарин. И вот так вот сильно как раз этим мы и скроем тут контрастный переход, который у нас оставался. Вот не сплошным пятном, а такими полосочками. Где-то можно чередовать цвет, где-то больше ультрамарина. Вот, чтобы дать эффект волн. Ну и закрыть, конечно же, этот сильный переход. Сильно контрастный. Вот. Сделал. Теперь я вернусь еще чуть-чуть к той двери, которую я хотел затемнять. вот здесь вот, чтобы усилить контраст и придать новую форму. Вот как раз полупруга. Все. Достаточно. Так. Теперь я заливаю лодку светлой частью. Красно-коричневый, то есть я добавил коричневый, добавил чуть-чуть кадмия красного. Теперь, пока лодка сохнет, я еще сделаю парочку волн ультрамарин и оливковых. Вот тоже где-то пятнышко, где-то линия. Вот здесь видно такое цельное пятно от движения лодки. Я тоже имитирую. Вот перед околом, особенно тут под пеной. Вот пароль волны. Опять я беру новый оттенок и добавляю. То есть я создаю намеки на волны. Не все волны прорисовываю, а просто даю акцент, на основании которого уже все остальное будет додумываться. Так. Теперь можно перейти к теневой стороне лодки. Для этого я беру ультрамарин, крапланг и чуть коричневый. И вот я аккуратненько показываю ее форме и нарисовываю. Теперь охрапы ультрамарин серый цвет. Это будет теневый цвет вот этой лодки, которая дальше. И чуть-чуть вот этой лодки, которая плохо видно. Теперь зарисовываю внутри лодки окошко. И это тоже. Раскрашиваю, даю оттеночек вот этим вот палкам, которые на заднем плане. тоже желательно разноцветно где-то. Охру использую где-то акадмии красной. Да. где-то могу выбрать палки, то есть вот влажной кистью. Но без большого количества воды я выбираю от более светлой части. Так, в принципе еще пару волн на передний план и наверное все. Пару пятен. Беру оливковую зеленую. И еще чуть-чуть кадми лимонный. Добавляю пену волн. Улицветная. И блики. И вот тут еще чуть-чуть крышки улежу. Плюс добавляю пару дымоходов на заднюю плану. Тоже чередую цвет. Все, на этом все. Картина готова. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok